25 февраля состоялось 8-е заседание Совета депутатов муниципального образования Сланцевского района 3-го созыва. Депутаты рассмотрели ряд актуальных вопросов. Об итогах работы отдела Министерства внутренних дел по Сланцевскому району в 2014 году перед депутатами выступил начальник ОМВД России по Сланцевскому району Валерий Северюхин. На свершеннолетние в январе месяце было закончено уголовное дело по 11 преступлениям, которые совершили группу из пятки свершеннолетних. Все они попали под амнистию, однако сейчас все находятся в лечебных и лечебных специальных учреждениях. Сейчас, в начале доклада, мы посчитали целых 14-го года стоимость этих ремонтных работ, ну, никак не менее 100 миллионов рублей. По нормативу на 15-й год нам вытянули около 3 миллионов рублей на ремонт дорог. В соотношении цифры, да? Я все это не понимаю. Значит, ну, в своем бюджете вчера в городском совете нам несли в корректировку, тоже там выделили небольшие деньги на поддержание дорог в каком-то состоянии, лавке положения. Ну, то есть, губернатор нам еще, так сказать, все подписали, выделили 15 миллионов рублей. То есть, на данный момент мы будем располагать, для участия нашего согласия, мы будем, примерно, 25 миллионов рублей. То есть, четвертая часть от тех необходимых работ, которые могли бы опять уточнить цены 14-го года. Депутаты заслушали доклад главного врача Сланцевской межрайонной больницы Ларисы Грушко о доступности и качестве оказания медицинской помощи в Сланцевском муниципальном районе. За последние пять лет ежегодно, стабильно идет снижение смертности на 2-3 процента. И всего за пять лет общее снижение 23 процента смертности. В 2014 году почти в два раза снизилась младенческая смертность и составила 5,5. Это очень хороший показатель. Выступило очень много жалоб именно на работу регистратуры. Почему? Потому что люди в регистратуре стоят по часу, в времени. Ну, во-первых, там не всегда очередь. Ну, я каждое утро прохожу. Не всегда очередь. Сейчас очередь есть. Вот сейчас я просто обратила внимание. Это за подъемы заболеваний, все, а льви и библи. Не всегда. Значит, и все-таки выявилась действительно проблема. И в чем она была? В том, что человек получил номерочек, например, да, а карточку мы не нашли. И он должен перед приходом к врачу на прием подойти к окну, то есть второй раз стать в очередь, найти карточку и взять квитанцию. Вот этот вопрос мы сейчас решили полностью. То есть повторные, значит, бывает, что человек лечится у врача, врач закрывает квитанцию, говорит, нужно еще одну. Теперь этого не будет. Только в кабинете. С докладом об утверждении программы социально-экономического развития на 2015-2017 годы выступил председатель комитета экономического развития и инвестиционной политики Константин Рожков. Повышение преобразовательности территории района для развлечения новых конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего сервиса. На реализацию этой задачи направлен к окружению приятия в области экономического развития, управления муниципальным имуществом, земельных возношений, архитектуры, строительства, жилищно-симмунального хозяйства, организации предоставления муниципальных услуг. Наказание поддержки субъектов нового средства и предпринимательства в рамках муниципальных программ, а также содействие участию предпринимателей и их объединений в формировании и реализации муниципальной политики. И пятое – это содействие развитию государственного общества путем развития взаимодействия и сотрудничества с общественными объединениями и некоммерческими организациями территории района. Совет депутатов решил утвердить предлагаемую программу комплексного социально-экономического развития Сланцевского муниципального района.